сейчас как я уже сказал разгар лета чудесный июньский денек и по традиции я хочу показать как выглядит наш сад версии 2019 года и начать хочу со своей любимицы это голубая ель которую я посадил буквально вот такого размера 50 сантиметров может быть 60 и каждый год несмотря на мороз и снег она чувствует себя прекрасно вот уже дала такой прирост сантиметров 7 наверное уже я думаю будет сантиметров 10 минимум вот такая вот она пушистенькая голубая очень стройненькая и она самым самым лучшим образом меня всегда радует обрамляет его такие желтые кустики которые со временем распушились были они совсем маленькими заморвившими я их уберег от гибели и сейчас они тоже также радуют меня своим яркоцвете обрамляет их синенькие ползущие цветы которые скоро отцветут но в данный момент они еще самом разгаре цветения только что отсвела вишенка такая декоративная и весь подлесок цветочный сейчас находится в стадии буйного цветения здесь еще видны следы трансформации этого года хорошо перезимовали вот эти елочки и вот одна из моих любимых клумбочек которая каждый год становится все более шикарной пышной и в этом году я хочу ее расширить даже вот до этого участка на вот этой кромки уберу здесь весь молч и подсыплю немножко земли и вот этих розеточек после цветения просто на обрываю и вот куда они очень легко приживается и зато потом дают такую чудесную шапку вот так лучах солнца выглядит свежая травка в этом году мы добавили по просьбе лены побольше цветочков сформировав такую вот клумбу очень мне нравится цветы не знаю к сожалению как они называются образуют такую шапку во время цветения цвету достаточно долго и здесь я тоже маленькими розеточками распространяю их до самого угла где они будут скорости красоваться а вот эти синенькие буквально пять розеточек были посажены в позапрошлом году его виде как видите какую территорию они себе отвоевали за прошлый год камушки были совершенно голые зато сейчас они вот в таком прекрасном обрамлении травка тоже набирает силу и все приходящие к нам в дом всегда восторгаются здесь конечно видны еще камушки я не доделал этот участок решил его обрамить более ровной формой добавить сюда петунью тоже надо будет прикупить землицы для того чтобы ее посадить и и после завершения этих работ все будет в своем финальном виде хоста пышно произрастает самое неприхотливое растение растет и и в тени и на солнце и где только не растет практически как сорняк скоро готовится зацвести вот такие вот гвоздички маленькие розовенькие вот они уже набирают цвет шикарная сосеночка это вот очень хорошая пахучая травка обалденный запах принес ее буквально вот пригоршню из леса и теперь она заполонила всю-всю-всю клумбу сожалению вот побило ветром вчера был сильный ветер побило некоторые цветы участок восточной растительности тоже готовится к своему цветению к сожалению вот это растение никак не может набрать силу дает хороший прирост в прошлом году был вот такой прирост больше метра но все за со запомезла и пришлось это вырезать зато сейчас новые побеги имеет такой нежный розовый цвет и вот этот куст тоже будет как желтая мимоза весь будет покрыты и мелкими мелкими желтыми цветочками это я сформировал такую посточную клумбу в японском стиле и и здесь тоже могу похвастаться розовые ирисы были куплены в магазине даже не ожидал какую красоту я приобрел вот так вот это чудесно выглядит и двигаемся дальше вот по ходу приехала компания вид мы которая будет заботиться нашей травки потому что к сожалению сорняки одуванчики и вот такая вот мелкая противная трава заполонила все и бороться с ней нет никаких сил кроме как химическим способом я заранее прошу прощения у защитников окружающей среды тоже стараюсь не загрязнять и без нужды но вот такая вот такое бедствие присутствует на моем участке и надо с ним будет как-то побороться они раз брызгивают железнистый очень сильно железнистый раствор который не выдерживает широколистные сорняки вроде одуванчиков клевера и погибает а трава при этом прекрасно себя чувствует и растет даже еще лучше итак продолжу обзор нашего участка это боковая часть дома лилии буйно-буйно взяли рост даже задавили хосту который попытался рассадить дайте дав ей больше места но все так разрастается кстати вот по ходу могу сказать что не совершаете таких ошибок это очень распространенная ошибка когда покупается новое растение кажется что место много хочется сделать попышнее садится очень плотно или близко к дому и потом когда все разрастается набирает силу с этим уже ничего не поделать вырезать жалко но надо как-то бороться японский клён мой любимчик но тоже каждый год каждый год страдает от мороза порываясь и вырвать но он дает мне сигналы что он еще жив я сдаю ему шанс продолжить свое произрастание здесь на углу у меня к сожалению в этом году замерз куст пришлось его вырвать но думаю заменить его он очень мне нравится в этом представитель фауны главный хозяин нашего бакьярда который постоянно его инспектирует разглядывает в этом году у нас появилась завелось и прижилось два бурундучка который гоша активно гоняет я их прикормлю яблочками гоша их гоняет наводя порядок порядок должен быть во всем да вот это вот елочка такая шарообразная очень тоже мне нравится обновила свой свежими побегами свой внешний облик и скоро превратится вот в шар здесь тоже буйное цветение из распространяющихся ползучих вереск сожалению придется удалить в этом году дам ему просто доцвести еще совсем он выродился к сожалению почва здесь не самая лучшая надо сказать что я действительно участок всегда нуждается в изменении в доработке трансформации а вот сосеночка меня радует дала шишечки свежие побеги очень и очень красиво вот уже 20 сантиметров побег я думаю будет еще больше такая стрельчатая сосеночка она не будет разлапистая юпитер тоже уже больше двух метров в диаметре совершенно не ожидал от него такой прыти когда покупал но тем не менее это меня радует порадовал в этом году яблонька выдала первый цвет после нескольких лет от выстаивания ожидания правда очень очень небольшой не знаю там но яблочки я конечно не рассчитываю мне больше достаточно даже самого цветения посмотрим что будет следующем году и вот тоже сформировал такую клумбочку даже распространил ее сюда под тут и вот эти растения они очень хорошо распространяются сами по себе сорнячок между делом и они потом займут всю вот эту вот клумбу и будет шикарно розовая шапка во время цветения ну ладно не буду вас утомлять пропулкой идем дальше туи посаженные два года назад видимо чего-то еще ждут какой-то команды для буйного роста надеюсь что они будут выше этого забора я именно и садил их чтобы прикрыть его так они тоже хорошо смотрятся прошлом году вот такая травка у меня появилась очень симпатичная японская бамбук такой не знаю как он правильно называется но очень мне нравится она в контрасте с черным малчим камнем очень декоративный эффект придает саду папоротник тут немножко требуется прорядить это этот участок потому что он достаточно сильно зарос у меня надо привести его в порядок ирисы начали свое буйное цветение розочка прекрасно перезимовала я и укутал и сейчас она уже начала набирать бутоны прудик немножко дождется наверное скоро того чтобы я его почистил к сожалению он сейчас таком грустном виде но я думаю все это дождется своей очереди хорошо сирень в этом году расцвела достаточно много бутонов набрала очень красивый аромат можно ощущать даже находясь дома чудесные шапки такие нежный цвет ну вот на этом я заканчиваю свое повествование буду докладывать о своих изменениях но чтобы быть все время в курсе подписывайтесь на мой канал и я буду радовать вас свежими поступлениями за сим прощаюсь пока пока